29 лет назад в индийском городе Бхапал произошла одна из самых смертоносных техногенных катастроф в истории. 3 декабря на местном заводе по производству удобрений, принадлежавшем американской компании Union Carbide, произошел выброс ядовитого вещества метилизоцианата. В атмосферу попало более 40 тонн ядовитых паров, которые опустились на близлежащие трущобы и вокзал. Сразу после аварии погибло 3000 человек. В последующие годы ещё 15 тысяч. Тогда компенсации в обмен на отказ от дальнейших судебных исков. Сегодня люди говорят, что до сих пор продолжают страдать от последствий химического загрязнения. По их словам, в городе по-прежнему продолжают рождаться мёртвые или больные дети, а подземные воды всё ещё представляют угрозу здоровью населения. С момента трагедии уже прошло 29 лет. Наше положение ухудшается. Мои отец и мать умерли от болезней, вызванных аварией. Сегодня я живу один с двумя дочерьми, и моё здоровье не позволяет мне работать. Общее число пострадавших от аварии оценивается в 150-600 тысяч человек. Многие пострадавшие лишились зрения или заболели раком. Некоторые местные жители также говорят, что власти так и не выплатили им компенсацию. «Мы не получили ничего. Нам только пообещали по 25 тысяч рупий, 403 доллара. Мы пришли на суд и отказались от наших жалоб. Но позже мы узнали, что наши политические лидеры присвоили все наши деньги. В итоге нам ничего не досталось». Активисты призывают центральное правительство Индии организовать специальную комиссию, которая бы оказывала медицинскую, социальную и экономическую помощь в Бхапале. «Какие бы законные меры не принимались, между главой компанией Андерсеном и властями Индии было подписано соглашение, и по отношению к компании никаких действий предпринимать не будут». В 2001 году компанию-владелицу завода приобрела другая американская корпорация – ДОУ. Сегодня она отказывается нести какую-либо ответственность за катастрофу, а также выплачивать компенсации.